Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня мы с вами поговорим вот о чём. Мы поговорим об успешных людях. Наверняка вы задумывались, какие такие качества с точки зрения психологии есть у, ну, допустим, Стива Джобса, но нету у меня. И как стать таким клёвым, классным, может быть, даже великий, как Стив Джобс. Дорогие друзья, давайте обо всём, об этом по порядку обсудим. Ну, во-первых, начнём сразу. Кто такие великие люди? Что их делает, соответственно, максимально великими, максимально неповторимыми изобретателями, новаторами, в общем-то, преодолевателями всеми возможных трудностей и так далее. Какое такое главное качество имело большинство этих людей? Ну, за исключением, конечно же, какого-то уникального таланта. Давайте не будем брать какие-то там, ну, случаи там, к примеру, Альберта Эйнштейна, который, скорее всего, всё-таки обладал каким-либо талантом. И мы с вами поговорим о Стиве Джобсе, о, может быть, каких-то там Илоне Маске, не знаю, там того же Наполеона возьмём, каких-то полководцев. То есть, за исключением только некоторых ряда учёных, которые, скорее, будут являться исключением из правил, чем нежели этим самым правилом. Ну, и в том же Альберте Эйнштейне всё равно, я думаю, что некое упорство тоже оно выражено. И вот мы плавненько подходим к этому. Можно это назвать упорством, можно это назвать духом соперничества и так далее. Но если мы начнём изучать практически биографию любого великого человека, мы наткнёмся на то, что этот человек, несомненно, шёл до конца. Он встречал в своей жизни множество различных, понимаете, трудностей, да, и несмотря ни на что, он шёл до самого конца. Он, я не знаю, преодолевал горы, там какие-нибудь полководцы, да, когда, кто там, напишите мне в комментариях, Александр Македонский какие-то горы, да, пытался преодолеть. Значит, они жили в ужасных условиях, да, как Арнольд Шварценеггер, допустим. Я очень люблю его биографию, у меня были похожие в жизни моменты. В общем-то, он там жил в таких не очень хороших условиях долгое время, пока, в общем-то, не переехал из Баварии в Мюнхен, по-моему, он переезжал потом в Англию, потом уже, по-моему, только в Штаты. Вот, но не буду пересказывать, в общем, биографию Арнольда, и, может быть, я где-то уже, потому что читал давно, ошибусь сейчас вот насчёт Англии, уже начинаю сомневаться. Но смысл такой, что человек долго, с упорством достигал своей цели, шёл до самого-до самого конца, несмотря ни на что. И используя совершенно разные инструменты, разные люди в разные годы достигали одного и того же, по сути, они достигали успеха. И в чём суть, да, если всё это объединить? Вот эта вот черта характера, идти до конца, она должна быть, несомненно, паранояльной. Потому что, понимаете, человек, будучи только истериком или только каким-то вот, допустим, другим типом личности, если он без примесей даже паранояльного, может быть, это вторичный тип личности, да, он всё равно не будет, да, соответственно, обладать таким качеством, стремлением идти до конца. Он может остаться той крупной рыбой в маленьком пруду и, достигнув каких-то результатов, пытаться, соответственно, их, ну, просто удерживать, да, наслаждаться той зоной комфорта, которая у него и есть. Дело вот в чём. Паранояльный тип личности, да, он присутствует во многих великих людях, но у кого-то больше, у кого-то меньше. В зависимости от этого они и занимались разными вещами, да. Если это шизоидный тип, то это, может быть, в какое-то больше творчество смещалось. Но этот шизоид даже с маленькой долькой паранояльности будет сидеть и часами молевать эти картины, да, пока у него не получится какой-нибудь шедевр или учиться, да, там, может быть, рисовать какие-то вещи. Вот. Не забывайте о том, какой бы ни был гениальный человек, да, там, и Микеланджело, и Леонардо, соответственно, все великие художники и поэты также, они учились это делать, они всё равно не родились с, так скажем, ну, сразу рисуя полностью вот в том виде, как, в котором вы читаете там их или смотрите, да, их произведения. Они потратили множество часов на то, чтобы научиться этому, да, и перепробовали, если мы будем изучать биографии там какого-нибудь там, соответственно, каких-нибудь миллионеров, а бог с ним не буду, в общем, ну, даже того же там Генрида Форта или ещё кого-то, мы можем почитать, что они были, ну, не супер богатыми, да, изначально, и они учились так же, они перепробовали там кучу каких-то вещей делать, и только постепенно, постепенно уже, может быть, многие к закату своей жизни приходили к какой-то своей цели, да, а многие, может быть, если бы мы могли спросить, они сказали бы, я не достиг этой цели, у меня ещё были вот такие, такие-сякие планы, и я не могу, соответственно, сказать, что я достиг своей цели. Это вот и есть истинно паранояльное настроение, когда ты идёшь вперёд, несмотря ни на что, и эта цель грандиозна, или, может быть, это одна цель, потом постепенно, когда ты добился, она тут же сменяется другой, ещё более грандиозной, и, конечно же, не паранояльным одним, так скажем, сыт человек, в общем-то, эпилептоидный тип личности, второй, я считаю, в таком моём хит-параде, в моём маленьком топчике успешных личностей. В чём суть? Поймите, без эпилептоидных черт, без агрессии, без умения систематизировать, без, опять же, возможности собирать вокруг себя людей и уметь организовывать их распорядок, там, я не знаю, работы и так далее, не получится нормального руководителя. Нормальный руководитель чуточку, но должен уметь быть эпилептоидом. Мы не будем затрагивать нарциссическое расстройство личности, но скажу одно, что люди с этими чертами тоже бывают такое, что они добиваются успеха в жизни, но всё равно происходит это несколько реже, чем у эпилептоидов и у параноялов. Эпилептоиды и параноялы – это прям самые яркие достигаторы. И вы, дорогие друзья, можете в себе воспитывать эти черты, то есть стремиться воспитывать в себе черты эпилептоида и параноялы. Если вам интересна эта тема, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал и напишите мне внизу в комментариях, что вам интересна тема, как воспитывать в себе эпилептоидные и паранояльные черты. С вами был Кравцев Сергей и будьте здоровы, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok